Принц Уильям больше не намерен молча сглатывать обиды, которые принц Гарри и Меган Маркель публично наносят институту британской монархии. Ключевые сотрудники Букингемского дворца уже получили приказ смотреть внимательно шестисерийный документальный сериал о жизни принца Гарри и Меган Маркель, который выйдет на Netflix уже 8 декабря, и фиксировать все спорные и сомнительные утверждения. Любая жалоба, которая прозвучит из уст сосекских с экрана, теперь будет тщательно расследована на предмет правдивости и законности. На вопрос, как отреагируют принц Уильям и Кейт Миддлтон, если сочтут заявления принца Гарри и Меган Маркель клеветническими, источник из окружения королевской семьи ответил, команда принца и принцессы Уэльских подождет, что будет в сериале, прежде чем принимать какие-либо решения. По слухам, последней каплей терпения для Уильяма и Кейт стал саботаж, который устроили сосекские, выпустив трейлер своего скандального проекта день в день важного визита Уэльских в США. По мнению Виндзоров, опальные родственники в очередной раз хотели перетянуть все внимание публики на себя и омрачить деловую поездку престола наследника и его супруги. Визит Кейт Миддлтона и принца Уильяма в США продолжает обрастать интересными подробностями. Благодаря американской прессе стало известно, что в Бастоне их ждала встреча с мини-гвардейцем, совсем таким же, какие круглые сутки дежурят у Букингемского дворца. На второй день визита пары в Бостон принцы принцессы Уэльские отправились в соседний городок Сомервиллэль, в котором они посетили лабораторию Гринтаун, чтобы узнать о последних инновациях в области борьбы с климатическими изменениями. Во время прогулки по городу Кейт и Уильям встретились с восьмилетним поклонником монаршей семьи из Америки по имени Генри. Чтобы удивить пару, Генри появился перед ними в наряде гвардейца в купе с медвежьей шапкой на голове. Генри вручил Уильяму и Кейт букет красных роз. Его поступок настолько впечатлил пару, что после встречи они поделились снимком мальчика в своих социальных сетях. Спасибо Генри и всем, кто пришел повидать нас сегодня утром в Сомервиллэ, подписали принц и принцесса Уэльский снимок. Позже, в тот же день они посетили Рока, организацию на окраине Бостона, борющуюся с незаконным тюремным заключением, бедностью и расизмом. Вечером минувшей пятницы завершилась церемония награждения премии Эрдшот Пиара и Зет И. Однако главной звездой этого мероприятия, как ни странно, стали не ученые, активисты или звездные гости, а супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон. На фоне слухов о расколе брака, очередного скандала в королевской семье, связанного с проявлением расизма, принцесса Уэльская вновь стала тем человеком, который всем своим видом непринужденно показывает всю мощь и незыблемость британской монарх Кейт, подобно лесной нимфе, появилась на премии в ярко-зеленом приталенном платье с открытыми плечами от Салас Лондон. Однако главной изюминкой образа принцессы стала колье-чокер королевы Марии и Сергеи, состоящей из бриллиантов и изумрудов. Стоит отметить, что раньше эти украшения принадлежали матери Уильяма, принцессе Диане. Леди Ди очень любила именно этот комплект, а в 1985 году она даже использовала ожерелье в качестве украшения для прически. Согласно легенде, это колье было изготовлено специально для королевы Англии, а по совместительству королевы-консорт Испании, Марии Ай. Систа Спейс Мероприятие поддержки жительниц Африки и стран Карибского бассейна, пострадавших от жестокого обращения. Пока один из ассистентов Карла III провожал Ингази до зала, где проходил торжественный прием, он неоднократно задавал ей российские вопросы о ее происхождении. Оказалось, что мужчина расспрашивал Фулане о том, какой она национальности и из какой части Африки приехала в Лондон. Имя ассистента не было опубликовано в соцсетях и представителями Букингемского дворца, но известно, что он уже подал в отставку по собственному желанию. «Мы очень серьезно отнеслись к этому инциденту и немедленно провели расследование, чтобы установить все подробности. Все подтвердилось, вопросы, прозвучавшие в данном случае, были неприемлемыми и глубоко вызывающими», — заявил в среду представитель Букингемского дворца. Что не сделаешь ради популяризации дела, которое может изменить мир? Принц Уильям сделал шаг в современный мир и опубликовал первое видео на всем известной платформе TikTok. Безусловно, ролик носил исключительно информативный характер, так как был посвящен предстоящей экологической премии Earthshot PR IZE, которая в этом году пройдет в Бастоне. Уже через несколько дней состоится главная церемония награждения, во время которой объявят победителей нескольких номинаций, которые предлагали свои неординарные решения экологических проблем. Премией Earthshot Prize быть, Бостон, в эту пятницу, 2 декабря, с улыбкой сказал Принц для специального видео. Также в ролике были представлены 15 финалистов, которые претендуют на получение наград в пяти категориях «Защита и восстановление природы», «Очищение воздуха», «Возрождение океанов», «Постройте безотходный мир» и «Сделайте климат лучше». Очевидно, что аккаунт в TikTok будет развиваться и дальше, ведь премия только набирает свои обороты, а профессионалов, желающих показать свой талант и умение, становится все больше и больше. Уже сегодня уэльские прилетели в Бостон, и, стоит отметить, что это их первый визит в Америку за последние 8 лет. В минувший понедельник новоиспеченная королева-консорт Камила Паркер-Боулс объединилась с другими представителями монарших семей, королевой ранней и кранпринцессой Мэри, чтобы привлечь внимание публики к важному проекту, учредителем которого является ООН. Встреча трех главных женщин Соединенного Королевства и Ордании и Дании состоялась в резиденции Камилы Кларенс Хауси. В Букингемском дворце состоялся официальный прием, посвященный проекту «16 дней активности». Главная цель этой кампании – привлечь внимание публики к проблемам, связанным с гендерным насилием. Данная акция проходит каждый год и начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, когда отмечается День прав человека. Для королевы консорт это не первое мероприятие, посвященное теме насилия. 13 октября состоялся первый выход Камилы в новом статусе королева посетила родильное отделение Челси и Вестминстерской больницы в Лондоне. На данный момент это ключевые центры, где также оказывают помощь женщинам, которые подверглись домашнему насилию. В июне этого года Камила Паркер-Боулс подняла тему домашнего насилия на встрече с главами правительств стран Содружества в Руанде. Статистика шокирует, во всем мире практически каждая третья женщина подвергалась насилию. Во время кризиса число таких случаев возрастает, примером может послужить эпидемия COVID-19. Поэтому мы должны принять участие в борьбе с этими гнусными проступками. Мы женщины и мужчины Содружества поддерживаем жертв, которые смогли найти в себе силы заговорить об этой проблеме на весь мир, чтобы другие знали, что не одиноки. Эта проблема актуальна в Африке, Азии, Европе, странах Карибского бассейна и Америки. Поэтому нам необходимо приложить все усилия, чтобы положить конец насилию или практикам, которые дискриминируют женщин, заявила королева-консорт во время своего выступления. Подробности бурной личной жизни, обнародованные репортерами, могут лишить тебя доверия семьи, особенно если это британская корона. В 1992 году Сара Фергюсон стала участницей скандала с «сосанием пальцев ног». Так с герцогиней и тогда уже бывшей супругой принца Эндрю флиртовал финансовый советник и бизнесмен Джон Брайан. Издательство Daily Mirror опубликовало эти фотографии Сары Фергюсон, что, безусловно, моментально стало новым скандалом, связанным с британской короной. Конечно, на тот момент герцогиня Нью-Йоркскую уже ничего не связывала с экс-супругом, однако любая причастность к монархии делает твою жизнь намного сложнее. В марте 1992 года пара объявила о разводе, а спустя пять месяцев весь мир уже любуется снимками, на которых Сара и Джон резвятся в бассейне, не скрывают своих чувств и не ограничивают себя в действиях. В то утро герцогиня находилась в Балмарале, а первой, кто узнал о скандальных фотографиях, стала принцесса Диана. «У рыжей проблемы», — написала Уэльская своему помощнику. Однако, как оказалось, любовь живет три года, а на прощение необходимо 30 лет. Недавно стало известно, что в этом году Сара Фергюсон наконец-то отпразднует Рождество в Сандрингеме вместе со своими дочерьми Беатрис и Евгенией, бывшим супругом принцем Эндрю и другими представителями королевской семьи. В течение 30 лет она проводила Рождество в одиночестве, но сейчас все будет по-другому.